юга и с вами шумики и этого эльфарис если серия объединена значит это там было немножко да и на сейчас этот момент но все-таки мне кажется там до хера будет еще кто его знает мы поднялись в тут сатаделья в эту чертову башню мы уже почти на самом верху поэтому мне кажется концовка у как я мучился блять с этим чертовым адским колесом ладно поехали наверх сильные ветра и сразу арена период ты как раз вовремя скоро все очистят крестное сияние соль мари давай же насладимся последние битвы на пути к ним неминуемой судьбе разошваль фарис наконец само время умереть и сынов в лора я рожден на вальфарисе но не намерен здесь умирать не бойся тереон мы можем отправить так в объятие смерть вместе замечательное предложение но у меня другие планы она есть то есть а а а а а а а и а Так, готово. Вау, вау, вау. А, так он легкий. Все? Если дам, а на тебе прокачался. О, нет! Тут была все-таки вторая фаза, я знал это. Ага. Гидровок. Манать. Да, походу это финальный босс, но блин. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА 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 боссом был бы из боссов, которые сложности мне составили, даже не могу вспомнить. Какие у нас вообще были боссы, которые я помню? Это тот самый жердяйку, это пёс, да? Потом человек-скелет в эссилизе, финальный босс, финальный босс на танке, потом у нас был, как он называется, паладин, давайте его так назовем, паладин с дубиной и с книгой. На самом деле, я больше так ничего не могу вспомнить. Но были вот эти черви, которые из земли влазили, просто порту нужно было бить, но это такое. А, человек-жаба была. Ну, в принципе, всё, кого я так помню. Из обычных врагов я помню, понятное дело, собак, големов, разные виды. Ой, я вспомнил ещё висячих врагов. Вот эти херни, которые гуляют тебя с влазами, типа, с ручами, ещё плюс телепортируются и вблизи тебя атакуют. Я как раз их вспомнил, да, перед жабой. Бля, чтоб они всрались. Ну, это то, скорее всего, самые такие опасные враги. Потом идут шаманы и потом идут остальные. Музыка. На самом деле, я на неё сильно внимания не обращал, поэтому можно её почти не отмечать. можно отметить то, что довольно детализированные персонажи, враги, всё такое, эффекты. Но к минусу я могу отнести это фрезы. То есть, мне показывают FPS там 300, 250, но у нас просадка FPS из-за того, что до хера эффектов на экране. Это можно отнести к минусу. К плюсам можно отнести ещё плюс к большому количеству врагов. Большое количество боссов. Я ещё вспомнил боссов это... Вот эти глаза или как они, которые энергию копили. Один, который ядовитый, второй, который своими хернюшками их втыкал. Потом сам глаз, где нужно запоминать направление. Вот они, где последний раз мигало. Ну, в принципе, как-то так. Биомы. Ну, блин, биомы мы уже тоже с вами обсудили. То, что сюжет... Ну, сюжет немного мне непонятен. Почему он ненавидится у него отца? Что стало на самом деле виной вот этой вот всего? Ну, в принципе... И нам так ещё не рассказали меч. Он сказал, что первого брата... А, у нас же ещё брат его был точно со снайперкой. Брата моего уже убили. Второй брат... А не великан, а почему этот маленький? Первый был великан. Второй брат меч. Стал мечом, как он говорит. И мы его, походу, видели в криогенной камере. Вот он, наверное, и плавал. Вот я сейчас об этом подумал. Это был не его отец, а это его брат был. Второй. По сюжету в конце можно понять, что... Мы просто убили главного врага этой планеты. И у нас продолжение ещё следует. Но навряд ли оно будет. Потому что, как было сказано... Нас ждёт девять планет. Мне интересно, что они могут ещё придумать. Они так тут навязали всего кучу. Набросали там вирус какой-то заражёнными. Непонятно. Ну, в принципе, ладно. Давайте, наверное, на этом кончать с вами. Поэтому всем спасибо за просмотр. Вышла серия, получается, только битва с боссом. Скорее всего, никто её не смотрел. Или вы просто её пролистали до того момента, где я смог его победить. Поэтому всё. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Комментируйте. Всем удачи. И до новых встреч, друзья. До следующих игр. Всем пока.